здравствуйте друзья с вами на канале голос силикона медалина светлана портнова и сегодня я направляюсь на нашу стройку где начинаются немножко продолжаются уже отделочные работы и это пожалуй самая интересная часть стройки когда ты реально видишь что все твои задумки они воплощаются в жизнь том или ином виде с какими-то поправками на во всяком случае ты видишь какой-то реальный прогресс а не то что зашито в стенках и ничего не видно никаких результатов а пока что по дороге мы будем рассуждать о недвижимости о перестройке я имею ввиду не перестройки общества перестройки этой самой недвижимости потому что мои друзья недавно купили дом и что-то он у них как-то не вписывался в их понятие о том как его использовать вот ну и об этом обо всем мы сегодня поговорим я заранее извиняюсь на хайвей наверно меня будет плохо слышно но у меня даже нет возможности в камеру включить микрофон поэтому сори мы попытаемся убрать шум но на фривей будет плохо слышно наши друзья купили недавно дом и дом довольно таки неплохой он большой площади там около 200 квадратных метров 2000 скверфутов три спальни и довольно много непонятного места непонятного с точки зрения того как его использовать понятно что в доме есть кухня еще есть какая-то комната которая то ли она спальня то ли она что-то но у нее нету двери у нее такой опыт проем такой открытый проем вот и это самое и дальше какой-то камин посреди этого открытого пространства который выпирает как-то так вот в разные стороны огромный камин надо три стороны он смотрит и они как-то засомневались и не поняли а что же им собственно делать с этим местом как они будут в этом пространстве жить ну и наверное многие люди во первых когда они покупают дом они сначала смотрят а могу ли я со своими потребностями вписаться в этот дом а дальше уже возникают нюансы когда они смотрят и думают ага вот для этого у меня есть место для этого у меня места нету и всегда возникает такой вопрос некоторой кастомизации дома когда мы только покупали наш первый дом у нас просто не было денег никаких поэтому ни о какой кастомизации не было речи нашей первой квартире мы ремонт практически делали своими силами нам только там побелили покрасили обои мы поклеили сами сделали в общем минимум минимумом того что можно было сделать когда покупали первый дом просто действительно да как-то вписались и стали в нем жить потому что он уже был заведомо больше чем квартиры нас это устраивало но дальше по жизни чем больше мы покупали других каких-то недвижимости для себя для своего собственного использования тем больше я понимала что как-то мне хочется вот существующий дом подогнать под свои собственные нужды под то что мне конкретно нужно они вот жить вот с предлагаемым пространством ну и как бы я для себя ну не знаю может быть это я просто вижу как-то так немножко по-другому но как-то я видела какие-то вещи которые можно очень нехитрым способом поменять и сделать этот дом более комфортным и уютным для нашего собственного проживания ну и вот та же история случилась у наших друзей они купили дом и совершенно они не понимают как это большое пространство им использовать а в то время когда у них потребность в пространстве и они знают каком пространстве у них потребность есть мы немножко так вот посудили поредили сделали план этого дома это то чего нужно вообще всегда начинать когда думаешь вообще как мне кастомизировать этот дом нужно прежде всего начинать с того что нарисовать этот дом на бумаге то есть померить все аккуратненько все стеночки все проемы все окошки и и после того когда есть это на блоге тогда можно с этим поиграться подвинуть стеночки там что такое делать какие-то проемы какие-то проемы открыть какие-то закрыть и что возникла какая-то идея что с этим пространством делать ну вот мы сделали план их дома и получилась такая история что на плане стало видно что этот камин который чисто зрительно смотрится что он занимает вообще все стенку потому что там отделка общая стенки с камином там камнем была отделана часть стены что это вовсе не такой большой камин камин сам по себе конечно достаточно большой но не такой большой как кажется когда ты смотришь на него и вот значит если с этим камином его все-таки разобрать потому что им совершенно не нужен такой камин который на все три стороны смотрит тем более что сегодня уже у нас очень не популярный камин на который топится дровами сидя заставляет их закрывать стеклами там эти стекла потеют и нужно выметать зол общем сегодня это как-то не очень актуально сегодня пользуется спросом больше либо газовые камины либо электрические камины на общем такие камины которые больше создают такую некоторую атмосферу чем реально дают какое-то большое тепло потому что топить камином например газовым да оказывается намного дороже чем включить просто газовый хитр и натопить ту же самую комнату поэтому как бы эффективность использования камина минимальная но некоторые люди любят вот такой вот атмосферу который создает вот этот пламя и настроение соответствующее и так далее поэтому мы с ними решили что если мы избавимся от этого камина то у нас существенно расширится возможности по использованию этого огромного открытого пространства которое у них там около там тысячи спорт сто квадратных метров этого открытого пространства помимо спален и кухни и мы там выгородили несколько зон одну зону это вот их непосредственно такая будет family room где они будут находиться другая зона это будет офис для главы этого семейства и третья зона это будет такая детская игровая комната где можно сложить детские игрушки так чтобы они на проходе не валялись там можно организовать какие-то сториджи и так далее и так далее и в итоге оно получилось не так-то плохо и с точки зрения наверное инвестмента который нужно положить мы сделали минимальное изменение второе сохранить существующие стенки я думаю что это конечно будет стоить каких-то денег потому что это финиш да финиш зависит от стоимость финиша зависит от аппетитов от того человека который это все делает но это я думаю мы сделаем в общем-то довольно таки малой кровью и в этой связи мне хотелось бы вообще обратить внимание на то что а как мы вообще выбираем дом вот который нам годится или не годится учитывая что велосипед сегодня такой дорогой что люди часто смотрят по цене я могу себе позволить этот дом и дальше ну ладно уже как-нибудь стиснусь туда да как-то в тиснусь и как-то буду в нем жить но на самом деле у меня тут есть несколько таких вот ну как бы и собственного опыта каких-то таких вот скажем так взглядов на это все и мы уже всегда говорили что при покупке дома самое главное это найти то место которое вас удовлетворяет и и место это я бы так сказала вообще ключевое слово вообще в покупке дома это потенциал потенциал места да сегодня может быть плохое место завтра это будет уже хорошее место в объеме тех данных которыми мы сегодня оперируем да наш никто не может сказать на всю оставшуюся жизнь как он там сложится но тем не менее это значит выбор места с потенциалом и дальше выбор дома с потенциалом и выбор дома с потенциалом это тут можно несколько как бы критериев таких вычленить это прежде всего наличие участка земли на потому что чем больше участок земли тем больше потенциал у дома в смысле его переделки и дальнейшего использования этой земли и также потенциалом как ни странно является наличие вот является этот дом самостоятельным домом или он находится в какой-то комьюнити вот у нас здесь только новые там а у которых практически нет земли они находятся в какой-то комьюнити и там нужно платить ассоциейшн но не все люди при покупке понимают что если они покупают отдельно стоящий дом в комьюнити то им любые переделки даже самые минимальные связанные буквально с покраской дома придется согласовывать с ассоциацией и и они уже не вольны в принятии своих собственных решений в то время как то отдельно стоящий дом который не относится никак до комьюнити все-таки мы это должны согласовывать сити свои перестройки и получать разрешение на эти перестройки но все-таки это то же самое что ассоциации потому что ассоциация влезает абсолютно во все там как правило стандартная планировка домов в общем там все гораздо сложнее какие-то внутренние переделки делать самому кроме того потенциалом как ни странно является также возраст этого дома и наличие в нем уже каких-то переделок почему я это вывожу вот в категорию потенциал потому что дом оригинально построенный пускай он даже очень будет старый ну во-первых старый дом у него есть свои преимущества у него конечно есть много недостатков потому что он уже не соответствует современным требованиям там скорее всего нет изоляции там скорее всего старая проводка, трубы и так далее но зато у него есть одно преимущество старые дома ну в 50-х годах скажем так и до того они все строились из красного дерева и красное дерево не жрет термит и это вот такой пустячок важный что в принципе покупают даже старый дом вот мы уже несколько домов старых таких скрывали они как правило очень хорошо сохранились и они не изъедены термитами и в общем-то являются хорошей основой для дома что большое дело потому что современные дома которые делаются из современных материалов их термиты едят и проходят там сколько-то лет я не знаю 10-12-15 лет открываются стенки и там половиной уже опор нету их нужно менять вот поэтому даже возраст дома как ни странно он является тоже некоторым ресурсом и некоторым потенциалом ну и наличие переделок значит если дом конечно шансов что дом был переделан если он очень старый довольно таки много но чем это плохо то есть оригинальный дом всегда лучше чем пусть он лучше будет более маленький и к нему можно будет что-то достроить на этом участке земли чем он уже будет чуть побольше который все равно не удовлетворяет сегодняшним требованиям но уже что-то с ним делали получается такая история что когда дом переделывают ну у всех разный опыт разные финансовые возможности время взгляда на жизнь и так далее люди делают это тяп-ляп и потом приходится иметь дело с какими-то серьезными недочетами уже в произведенной достройке и приходится либо разбирать либо доделывать переделывать в общем это все уже гораздо сложнее лучше когда дом не тронутый в первоздавном виде тогда он построен гармонично всюду есть доступ к любой части этого дома под полом и можно к нему приложить ручки и что-нибудь такое из него сделать более для себя комфортное и удобное иногда эти переделки связанные вот со старым домом в общем то никакие болезненные потому что сегодня я уже когда-то в наших старых видео говорила что у нас традиционный стиль здесь в эре домов это так называемый рейндж-хаус такие дома практически скажем деревенские они как правило старенькие кухоньки такие деревянные которые можно мы уже говорили в какой-то передаче про кухни как кухни выбирать вот сегодня мне например деревянные кухни не нравятся совсем как-то они надоели а в свое время наоборот очень хотелось красивую деревянную кухню это было прикольно а сегодня я в общем то так поклонник Айкии потому что Айкии год от года становится все лучше и лучше мало того что у них появляются новые дизайны там тех же кухонь там мебели какой-то у них есть очень много тулов которые позволяют легко дизайнировать тот или иной проект и кроме того я рассматриваю вот те товары которые продаются в Айкии не только как самостоятельные предметы но я рассматриваю это как кубики из которых можно сделать интерьер который в котором приятно находиться который удобный но и в то же время он в общем то бюджетный потому что я вот смотрю передачу там квартирный вопрос дачный ответ мне все очень нравится все замечательно и вопрос а сколько же это все стоит и значит одна из наших зрительниц написала что бюджет на переделку одной комнаты в квартирном вопросе стоит порядка там от 20 до 30 тысяч долларов ну я вам скажу так что мы стараемся сделать симпатичненько может быть не так как в квартирном вопросе или дачном ответе но обойтись конечно гораздо меньшими ресурсами 20-30 тысяч на переделку одной комнаты чисто такой интерьерной в общем то это очень прилично да так вот айки является очень хорошим ресурсом именно потому что у них есть постоянство в цветах в сериях вот мне независимо от того какой элемент ты берешь и вот мы сейчас собственно говоря я еду на свою стройку в госпалалто именно с тем чтобы посмотреть что там происходит с отделкой потому что может возникнуть вопрос что нам нужно купить какие-то дополнительные еще какую-то мебель из айки с тем чтобы ее не собирать как мебель а чтобы использовать ее именно как отделочный материал потому что нам нужно там сделать финиш и закрыть какие-то части которые некрасиво смотрятся их нужно прикрыть каким-то кусочком дерева вот так что вот такие вот у нас подвижки в части строительства и вот такие у меня мысли по части покупки чего бы то ни было ну резюмируя можно сказать еще раз возвращаясь что с чего мы начинаем вообще рассматривать пространство которое мы покупаем с тем чтобы его для себя перестроить это мы начинаем с того что рисуем план этого пространства и дальше смотрим что там можно сделать и советуемся с контракторами сколько это будет стоить ну а сейчас мы двигаемся в сторону стройки и я покажу что у нас там сейчас происходит ну друзья мы приехали в этот наш дом где идет ремонт перестройка вот уже покрашенные двери от шкафчиков стоят и собственные шкафчики уже сами внутри тоже сделана на них уже полочка тоже совершенно другое дело уже полочка висит можно лечить вещи двери здесь покрашены ну и стенки тоже уже все более-менее выглядит по-человечески вот а вот это зеркало у нас будет висеть в ванной комнате к нему еще полагается полочка для того чтобы можно было положить туда мыло или зубную щетку в общем кому как нравится ой а здесь у нас просто красота красота не писаная и оно по цвету подошло даже к оригинальному каферу так что вообще здорово получилось все вот смотрите прямо оно получился мыть я вот так помнила где-то что вот коричневая эта пленочка тут плохо видно коричневая с рыженьким немножко ну вот но эта плиточка получилась шикарная и кабинет все таки вот такие они молодцы стали они раньше как-то очень убого делали а сейчас получилось красиво вот мы столкнулись здесь с проблемой потому что здесь довольно тесно и выдвигающиеся кабинеты если бы его поместили в угол он бы задевал притолу подверну и это нехорошо поэтому мы оставили здесь расстояние некоторое между раковиной и стенкой чтобы шкафчик мог легко закрываться ну а на самой вот этой монке достаточно места чтобы вода не выплескивалась наружу в общем получилось все очень красиво классненько мне нравится вот в этой комнате у нас финиш появились кабинеты которые мы планировали изначально и над камином появится еще полка вот она здесь лежит сохнет получается все довольно симпатично стенка покрашена двумя цветами в соответствии с границей где кончаются кабинеты она выше этой границы одного цвета а под кабинетами другого цвета это создаст такой красивый эффект современный достаточно такой модерновый это будет наш такой focal point я уже нашла электрический камин который мы вставим в этот существующий камин он греть не будет но он будет создавать вот такую атмосферу как мы уже говорили раньше с пощелкиванием потрескиванием но тепла от него будет немного но в этой комнате тепло у нас идет вот от такого мини сплит юнита он же является кондиционером он достаточно хорошо прогреет это пространство и в принципе я не думаю что у нас будут какие-то проблемы с обогревом этого места вот здесь ничего нового нету все у нас как бы идет мы сейчас ждем разрешение от сити на достройку еще одного санузла ну и в принципе вот так вот вот у нас все двигается и потихонечку потихонечку медленно но приближается каким-то образом к своему завершению друзья вот сейчас вышло солнышко после многочисленных дождей и у нас начинается весна хотя сейчас середина января но у нас уже растели нарциссы первые весенние цветочки так что новый год закончился и наступает весна а а Субтитры подогнал «Симон»